Новый дом еще не до конца обустроен, но лучшего места для своей семьи Наталья Медведева не представляет. В Абакане она с четырьмя детьми ютилась в маленькой квартире, а здесь целых 140 квадратных метров по собственному проекту. Бесплатный участок рядом с селом Зеленое предоставили в прошлом году, и Медведевы, не раздумывая, решили переехать. Было бы где строиться, да еще свет. И больше ничего не надо для исполнения мечты. В городе мы не смогли приобрести жилье в связи с тем, что участки неподъемные, квартиры очень дорогие. А здесь, на эту сумму, которая у нас располагалась, мы смогли построить дом, где у каждого ребенка есть свой угол, своя комната. Есть, конечно, небольшие проблемы с участками, но это не страшно. Надеемся, что нам государство поможет и в этом. Медведевы – единственные жильцы в округе. Соседи не спешат осваивать свои участки. Единственное, с чем здесь нет проблем – это свет. Энергетики провели уже треть от необходимого. А вот отсутствие других удобств, не говоря уже о школе и детском саде, сдерживает людей от переселения. Лишь 250 семей решились на строительство жилья, и первое, что им нужно – это хорошая дорога. Сельсовет рассчитывает на помощь республике. Муниципалитетом разработана проектно-смертная документация. Мы получили экспертизу на 8 километров дорог. Но вот второй год пока никак эта проблема не решается со строительством дорог. Это вот сегодня основная проблема. В районе села Зеленое для многодетных семей определено 3000 участков. Еще 3000 выделено в районах. И это не единственный массив, который в будущем появится на карте республики. Бесплатная земля также полагается молодежи и молодым специалистам. Для них нарезано 4500 участков недалеко от Абакана. Это микрорайон Северный под Усть-Абаканом, Белый Яр-2 и массив возле села Солнечное. Прежде всего на них могут рассчитывать нуждающиеся из Абакана, где самая большая очередь и где практически нет свободной земли. Город Абакан сейчас после нашего совещания процедурно мы определили, установили сроки. Будет обращаться непосредственно в Усть-Абаканский район, скажем, чтобы попросить необходимое количество земельных участков. А необходимый – это как раз тот дефицит, который у них есть. А Усть-Абаканский район уже скажет, какие сроки он предоставит им эти земельные участки. Как рассчитывают власти, выделение участков может начаться уже в этом году. Правительство хочет подойти к делу по-хозяйски и, несмотря на финансовые сложности, намерено сначала решить вопрос, как обеспечить новые массивы дорогами, светом и водой. Хотя обещания все построить давались в хорошие времена, отказываться от своих слов власти не собираются. Иначе глобальный проект рискует остаться лишь полумерой по решению жилищного вопроса тысяч нуждающихся жителей Хакасии.